Аллилуйя. Вчера сделал трансляцию и после утренней молитвы ко мне приехал наш епископ Петр Кифа, наш Кифа. И мы с ним еще совершили хлебопрямление вместе и помолились. Вчера и крещение было, и вообще очень много событий, я очень Богу благодарен. Но сегодняшний день, это день пятница, сегодня подготовка к шаббату, последний день трудовой недели. Вот, и, да, 24 августа сегодня, 2018 год, 24 августа 2018 года, а по библейскому исчислению сегодня 13 эллула, да, 5778 года, если считать от сотворения мира. Завтра суббота, 14 эллула, ну, полнолуние, да, получается, суббота на воскресенье как раз будет полнолуние месяца элуль. И у меня здесь надпись на иврите. Да, прекрасно, что мы одно, мы одно. И очень Богу благодарен и признателен за все, конечно, слава Богу. Спасибо, Господи, за все, спасибо. Сегодня свершим, братья, давайте тоже хлебопреломление. Братья, сестры, возьмите, приготовьте себе тоже, возьмите хлеба, вот, наливьте себе соку виноградного. Если нету сока, то просто даже компот, что-то, воды просто. А хлеб тоже любой, я беру сейчас, вот еще мне из вчерашнего фатыха, или фатыр, как называется, не знаю, хлеб такой азиатский, вот, купил здесь. Вот, и очень вкусно пахнет, все-таки, да, льняным маслом пахнет. Вот, и совершаю причастие хлеб, но, опять-таки, не хлеб и вино, а качество нашего размышления, рассуждения о теле крови Иисуса Христа, вот, что важно, вот, что главное является определяющим. Поэтому, если нету сока, просто даже воды я наливаю, воды и хлеба беру, нету такого хлеба, какого-то там, ни мацы, ни ничего нету, то просто беру, даже орженого хлеба обычно, украинский беру, и все, и пламляю, и молюсь. Потому что самое важное, вот это вот само размышление, рассуждение, причастие совершается не просто ведь ртом и желудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить и не может, тем более, осветить, но то, что исходит из нас, вот, и что исходит, из сердца исходит, что исходит, наше рассуждение, наше размышление о теле крови Господа и Спасителя Иисуса Христа, наше рассуждение о этой голубовской жертве, вот, что важно, вот, что важно, вот, что самым главным определяющим является здесь. Слава Богу! И причастие совершается умом и сердцем нашим, но больше именно, как раз, вот, собственно, сердцем. Согласие ума и решение сердца, и открытость сердечная. Слава Богу! Так что, друзья, благословляю всех вас, и начнем со Слова Божьего. Сегодня я хочу прочесть вместе с вами, дамы и господа, братья и сестры, из книги пророка Иеремии. Так, у меня вот пророки, Иеремия у меня есть, здесь, 17-я глава, книга пророка Иеремии. И вот, я выделил, как картинкой, будем так говорить, да, для трансляции этой на Ютубе, вот этот текст, книга пророка Иеремии, 17-я глава, 7-й, 8-й стихи. Вот эти два стиха уместились там, вот, с такой откидкой, как бы, вот, тема для размышления, рассуждения нашего сегодняшнего. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, Ют-Хей-Ваф-Хей, тетраграмматон, как мы еще говорим, да, написание имени, произносимый чаще всего, как Иегова, Яхве, Иегова, имя Его. И наше благословение, человеков, да, человеческое благословение, в людях, какое благословение, тех, которые надеются на Господа, и упование которого Господь, вот, тогда на нас благословение это. Ибо он будет, вот такой человек, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, сущий на небесах, да, святится имя Твое, Отец наш. Ибо он будет, надеющийся на Господа, получается, уповающий на Господа, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, это дерево, такое дерево, подобное, которое у потока, опускает свои корни, да, которое посажено при водах, не знает оно, когда приходит зной, даже зной, ни почем такому дереву, на самом деле. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плод. Вот, очень красивое сравнение, очень такое живописное, для меня, для художника, это, ну, просто шикарнейшее сравнение такое вот с этим деревом. Вот, и представьте, вот разные деревья, да, и если дальше от воды дерево, то, когда приходит сильный зной, то оно дерево изнемогает, ну, как и все сущее на земле, действительно. Но, в растительном мире это, вообще, это очень сильно заметно. Знаете ли, если мы, там, животные, люди, там, да, мы как передвигаемся, можем найти воду, как-то передвинуться, то дерево, оно, знаете ли, вот как оно насаждено, так оно и насаждено. Вот, и это такой образ очень интересный, как вот, если за такой живой водой, будем так говорить, да, жизнью, человек, он передвигается, даже, к примеру, у меня есть вода, есть, у меня есть вода, есть. Вот, я себе обычно кипячу воду, наливаю, ваше здоровье. В чем-то нам, в чем-то нам проще, конечно, передвигающимся по планете, но деревья не передвигаются, они, на самом деле, на таком суждены, и это очень такой сильный, сильнейший образ вообще, сильнейший образ. Когда человек обращается к Богу живому, когда человек укоренен в Боге, когда упование мое Господь, то я, как дерево, посаженное при потоках вод, насажденное возле этих потоков, возле воды. И мои корни, они уходят глубоко и питаются. И даже зной, палящий зной, ни почем. Я зелен, и я приношу плоды. Удивительная история. Человек, как дерево. В Библии много таких сравнений. И даже в Новом Завете, помните, когда Иисус исцелял слепого человека, тот, значит, сказал, о, вижу, вот, вижу, но он не ясно еще видел, но, по-первых, он, вот, видел людей, как деревья. То есть, вот, как бы, такое было интересно, такое же сравнение. Да, но на самом-то деле, в Библии много такого сравнения. Вот, и порой Библия сравнивает и с животным миром, вот, и порой с растительным миром сравнивают человека. Душу человеческую, вообще, суть человеческую. Ну, вот здесь, вот, когда сравнивается с деревом и потоком воды, верующий человек, уповающий на Господа, для меня это очень красивейшее сравнение, сильнейшее сравнение. Я не подвинусь, я не перейду, я никуда не уйду. Я, как это дерево насажденное, оно постоянно здесь пребывает, оно не передвигается. Для меня, вот, сегодня такое сравнение, вот, очень живописное и очень колоритное, и очень такое, ну, убедительное. Я, как дерево насажденное, все, я не перехожу в другие места, я насажден, и я укореняюсь у потоков воды. Спасибо тебе, Господь. Эти потоки текут, потоки жизни, потоки Слова Божьего, потоки Божьей благодати. Спасибо тебе, Господь. И я зелен, и приношу плод. А зной, который Еремия как раз использует, как тоже образ, такое сравнение, это всевозможного рода испытания, всевозможного рода такие напасти, трагедии, проблемы, которые случаются и с нашими братьями в миру. То есть, действительно, оно, любой человек, неважно, верующий, не верующий, испытывает порой зной. И деревья, которые насаждены у потоков воды, да, испытывают тоже эту проблему зной, допустим, приходящий. Да, и деревья, насажденные далеко от потоков, тоже на них приходит зной. Вот, но дерево, дерево рознь. Насажденные у потоков воды имеют огромнейшее преимущество. А преимущество в чем? Когда нет сильного зноя, то, в принципе, и то, и то дерево, как бы, ну, нормально выглядит, более-менее зеленое, да. И, в общем-то, особенно такой разницы порой, когда не приходят сильные испытания, проблемы на человеческий род, то, как правило, вот такой сильной разницы, заметной, ощутимой, между служащим Богом и неслужащим Богом, между уповающим на Бога и неуповающим на Бога, между, вот, действительно, укоренившимся в Боге и неукоренившимся в Боге, вроде бы как, как бы, сильной разницы и не наблюдается, но со стороны, внешне, будем так говорить, внешне. Внутренне, конечно, там колоссальнейшая разница, там вообще как небо и земля. Но внешне, вот так, по-людски, чисто по-человечески, то особой разницы не наблюдаются. Но, очень, как, и вообще, вот, когда нормальная, бесстрессовая обстановка, допустим, да, вот, допустим, люди приезжают, допустим, на Запад, в Европу это ощущают, в Америку особенно, да, вот, приезжают, тоже ощущают, то есть там, где общество более или менее, вот, ну, как, тоже есть свои стрессы, безусловно, свои страхи, там проблем тоже хватает, но все в сравнении, как говорится, познается. По сравнению с нашим стрессовым обществом постсоветским, значит, где кризис это, как бы, норма, значит, там, дальше на Запад, особенно на американском континенте, конечно, ну, в смысле, в США, страна свободы, знаете ли, шалом, шалом Вадик, шалом Вячеслав, слава Богу, Господу Анна, приветствую всех братьев, сестер, вот, и, знаете ли, когда стресс это не норма, а исключение, в таком обществе, даже и неверующие, верующие, разные люди, обычно, ну, добры и, как бы, милы, и, вот, первое, что удивляет, конечно, вот, нашего человека, который в постсоветском пространстве обычно живет, вот, в таком стрессовом состоянии, когда бесстрессовое состояние, бескризисное состояние, это является исключением, как раз, приветствую, Анна пишет, да, слава Богу, вот, и вас тоже приветствую, вот, то, значит, первое, что обращает человек, вот, приезжая на Запад, особенно в США, вот, я, допустим, это сразу обратил внимание, что люди милы, улыбаются, вот, очень вежливы, все, при том, 99%, 9%, я удивляюсь, конечно, вот, но, как только приходит стресс, кризис, да, то, конечно, проявляется уже разница, видна уже разница между верующим, неверующим человеком, между укореняющимся в Боге и неукореняющимся в Боге, как, допустим, и в церковном собрании, да, среди верующих даже, тоже, ну, такое наблюдается, вроде все верующие, допустим, да, значит, примерно в общине уже не первый год, но, допустим, когда приходит какая-то проблема, гонение, допустим, особенно когда, да, испытание, то там уже видно, кто укоренившийся в Господе, да, пустивший корни у потоков, а кто нет далеко от потоков этих, вот, не укоренился человек, вот, и, конечно, как и, в общем-то, мы вот про деревья пример приводил тоже, и человеческий род тоже сеется, тоже так по всему лицу земли, мы не выбираем, в какой стране родиться нам, в какой семье, вы знаете ли, как и дерево, оно, семечки вылетают, но где оно прорастет, куда оно упадет, кто его знает, да и много семян даже не долетают, значит, и пропадают, значит, вот то же самое и здесь вот сеется семя человеческое тоже, значит, и не все прорастает, и не все взращивается, не все вырастает, вот, а то, что даже вырастает, смотря где, как вырастает, где-то криво, косо, где-то нормально, живо, вот, и по аналогии с этим, и когда человек, духовно тоже, духовное сравнение такое тоже, человек, который укоренен возле потока воды этих, да, то есть в Господе, в уповании, которого Господь, то это благо, благо величайшее для человека, как мудрецов древних спрашивали, еврейских, все предопределено, говорят, или есть выбор, вот, мудрецы рассуждали, рассуждали, потом дали такой ответ, они сказали так, все предопределено, и есть выбор, то есть если в вопросе звучало или, как обычно, вот, в греко-римской философии, да, мы слышим или, или, вот, то, значит, или так, или сяк, вот, то мудрецы еврейские сказали и, то есть и то, и другое имеет место, хотя по-человечески это несовместимые вещи, поэтому, как бы, это просто абсурдно, вот, по-человечески, но, да, для человека, живущего в этом измерении, временном, в этом пространстве ограниченном, значит, для человека, живущего в этом реальном мире, да, но не таком реальном, как Божий мир реальный, конечно, более реальный, потому что все измерения Боги в этом божественном миру, вот, и, конечно, для нас, людей, ограниченных пространством и временем здесь, на этой планете, то, конечно, это все кажется несовместимо, но, на самом деле, это очень даже совместимо в истинном, в реальном, в истинной реальности, в истинном реальном мире, в божественном мире, вот, а наш мир, он реальный, да, он хороший, но, имеется и плюсы огромные, но он не такой реальный, как Божий мир реальный, поэтому, вот, вера, это всегда какой-то такой парадокс, вот, и Еремия пишет, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающий корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Аминь. Вот это послание сегодняшнего дня, вот, рассуждения, размышления, и благоставляю вас всех, братья и сестры, укореняйтесь в Господе, пускайте глубоко эти корни у потоков воды. Эти потоки воды, они открываются даже в пустынях. В это время благодати, удивительнейшим образом вообще, даже если человек, он живет, ну, в духовной пустыне, Бог делает оазис, Бог совершает чудеса в наших судьбах. В это время благодати, действительно, нам есть за что Бога благодарить, да всегда есть за что Бога благодарить, даже для тех, кто жил до нашей эры, как говорится, до эпохи благодати, было всегда за что Бога благодарить. Ну, а наипаче нам пристало Бога благодарить, потому что потоки открываются прямо в пустыне, удивительнейшим образом, и человек, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Недаром же у Еремии, как раз и говорится, об уповании на Бога, да, укоренении в Боге. Вот, укореняемся, дамы и господа, братья и сестры, углубляемся в Богопознание, погружаемся в него, вчера тоже рассуждали как раз об аптизу, да, вот, по аналогии с этими огурцами опять, и как раз вчера было сокрещение было у нас, на дне приехали, мы как раз съездили вчера на крещение, вот, отец Алексей проводил там как раз, вот, один благочинный наш здесь, киевский, вот, слава Богу, вот, и, знаете, конечно, мы тоже рассуждали об этих огурчиках, примеры такие, запоминаемые такие примеры, живописные примеры, да, значит, как вот огурец, он погружается, да, в этот раз он пропитывается, вот, то же самое баптизу, именно погружение, окунание, в смысле погружение, баптизу как погружение и пребывание там, не просто окунание даже, слава Богу, так что погружаемся и пропитываемся Господом, вот, и, конечно, в этом погружении нашем в Господа, в этом нашем укоренении новозаветной, благодатной эту эпоху, ключевым является рассуждение о теле крови Господа Иисуса Христа, ключевым, наиважнейшим вообще является, наиважнейшим, наиглавнейшим, потому что мы спасены кровью Господа Иисуса Христа, потому что искуплены кровью Святой Иисуса Христа, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, аминь. Если в старое время, во времена Иеремии, да, можно было сказать, что и будет, как, в общем-то, в ротчество-то и говорилось, да, вот, то сегодня оно есть, всякий, кто призовет имя Господне, призывает имя Господне, спасается. Я спасен, благодарю Бога за спасение, потому что есть благодать эта, через веру в Иисуса Христа, спасен через веру в Господа моего, Спасителя Иисуса Христа, и кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, кровь Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя. Это рассуждение наиглавнейшее, это рассуждение самое важное. И если мы говорим о причастии, о Евхаристии, то это архиважно сейчас. Потому что не качество хлеба и вина, а качество нашего рассуждения о теле крови Иисуса Христа. Это есть действительно хлебопреломление, причастие, Евхаристии Божественной, Божественной Евхаристии. Благодарю тебя, Господь, Боже, после вечери, после пасхального того ужина, Господь Иисус, когда уже все было съедено и выпито, когда все бокалы были уже подняты, все тосты провозглашены. По книге Иискот, кстати, это 6 глава, 6, 7, 8 стихи. Господь, когда уже, как говорится, пора и честь было знать, покидать уже пасхальное это место. Боже всемогущий, Ты совершил чудо, которое вот уже два тысячелетия восхищает нас и удивляет. Ты совершил великое чудо, после вечери Ты взял хлеб, оставшийся. Его было немного. После вечери оставался только вот этот афикаман, как называется по-гречески. На еврейском даже он никак не называется, он просто по-гречески называется афикаман. Это как указание, такое пророческое указание на Новый Завет, записанное на греческом на речи, греческим языком. Афикаман, тот, кто придет, кто-то пришел. Да, удивительно, конечно. Это, опять-таки, даже в самом названии указание на Машиаха, на Христа. И Иешуа взял, как Машиах, взял этот хлеб. И он преломил и сказал, после вечера, удивив учеников, чрезвычайно. Это настоящая революция духа была. Он сказал, ешьте, это и есть тело мое, которое за вас ломится по оставлению грехов. Он совершил это, действительно. Через несколько часов он это все совершил, действительно. Де-факто. Но до Юры он уже тогда провозгласил, там, на той пасхальной вечере, что это мое тело, ломимое за вас. И также после вечера он взял чашу. Уже все было выпито, все тосты уже были провозглашены, пасхальные эти, торжественные. Но последний бокал оставался на столе. Его никто не брал. Со времен еще Моисея, Маше, никто не брал этот бокал. Пятую чашу наливали, но в нее не пили. Но и Ишуа нарушил и здесь традицию. И совершил тоже, и здесь, в этом, революцию духа. И он поднял после вечера бокал. Бокал мессианского царства. Бокал Машиаха. Или, как сейчас говорят, Ильяху, Ильи Пророка. Но, опять-таки, даже по современным верованиям, Илья должен царство не свое провозгласить, а царство, государство, королевство Машиаха провозгласить Христа. Во времена второго храма этот бокал так и назывался, бокал Машиаха, бокал Мессии. И верили, что сам Машиах должен поднять этот бокал. И, дамы и господа, Машиах поднял этот бокал. Два тысячелетия тому назад он свое государство, начало своего королевства провозгласил торжественно. Этим тостом он провозгласил начало своего царства, нового завета. Царство небесное началось. И он сказал, что это есть бокал, это чаша есть, новый завет в Моей крови, которая за вас проливается. Во оставление грехов наших это совершилось через несколько часов, де-факто. Его кровь действительно, фактически, если то было де-юре, то сейчас уже и де-факто, была пролита на Голгофском кресте. Его тело было ломимо в побоях, избиениях, потом в казни. Его кровь была, как жертвенного агнца, была спущена с него. Он умер. Его кровь была пролита на землю нашу, грешную землю. Земля была освящена удивительным образом. Бог во Христе примирил Собою мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирение. Высочайшим проявлением этого слова примирение является вот хлеб, вино, тело и кровь Господа Иисуса Христа, Божественное Евхаристия, то есть благодарение, хлебоприловление, причастие тела и крови Иисуса Христа, величайшее таинство. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь наш, благословен Машех, благословен, 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 благословен. Благословен Бог наш, всегда, ныне, преснан, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, преснан, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за все, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, Бог Авраама, Исаака, Израиля, и Его, имя Твое, Господь. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, пребудет со всеми нами. Постоянно. Аминь. Спасибо Богу за все. И вот это общение Святого Духа, в первую очередь, это наше таинство сегодняшнее, хлебопреломление. Я молю Тебя, Господь, соверши Господь хлеб всечестным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым, Ты совершил это таинство. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо. Благодарю Тебя за жизнь вечную, за исцеление, освобождение. Потому что кровью Иисуса Христа я не только спасен для вечности, не только спасен совершенно, но я и исцелен, и благоставлен, освящен. Благословен Ты, Господь, Бог наш, отныне и вовек. Аминь. Тебе, Господь, 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 Господь. Тело Христово примите. Я принимаю Тело Христово. Источника бессмертного вкусителя Я вкушаю источник бессмертия Спасибо тебе Господь Аллилуйя Аминь Спасибо Господь Спасибо Боже За это таинство Тело и крови Господа Иисуса Христа Спасибо Благодарю тебя Благодарю тебя Господь За эту благодать В которой купаемся В которой купаюсь я Спасибо тебе Господь За это баптизу Погружение в тебя Непрестанное пребывание в тебе Это просаливание Пропитывание тобою Спасибо Господь Иисус спасибо За все спасибо Да спасибо Спасибо Благодарю что свободу мне дал Что за меня жизнь свою ты отдал О спасибо Иисус спасибо За все за все за все за все спасибо 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 Аллилуйя Аллилуйя Благоставляю вас Дорогие друзья Братья и сестры Благоставляю Все друзей церковной реформации Благоставляю сегодня Киев Благоставляю сегодня Украину Сегодня 24 августа И сегодня день независимости Украины Кстати Да Сегодня сделаю трансляцию Как раз и на эту тему тоже И записи Пусть Бог благословит сегодня Украину Пусть здесь на берегах Днепра Всегда славится Имя Господа Иисуса Христа Непрестанно Аллилуйя Аллилуйя Как у Валерии Корупа поется Да Вот Чудесная песня Мне так она нравится Очень сильно Иисусу слава Иисусу слава Луная песня Над схилом и Днепра Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Заспевает этот Ordенный Иисусу слава Иисусу слава Решёв Вечего Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Аллилуйя Он принес на веру В светле Глава Через нашего love иисусу слава Всемогутный Парус Вonseк Нам дарую Вечного життя, Иисусу слава, Иисусу слава, луная песня над Схиловой Днепра, Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестры, благоставляю сегодня Израиль, благоставляю сегодня Иерушилаем, город великого царя. И мое сердце бьется там, в Израиле, мое сердце бьется там, в Иерусалиме, у стены плача мое сердце бьется там. И я благоставляю Израиль, благоставляю столицу еврейского, возрожденного государства. Это, кстати, этот год, у нас год 70-летия, в календаре обозначен как год 70-летия возрождения еврейского государства Израиля. Вот, благоставляю столицу Израиля, город Иерусалим, благоставляю во имя Господня всех евреев по всему лицу земли, всех вернувшихся уже в землю Израиля, и тех, кто еще совершает геюр, тех, кто еще размышляет, раздумывает, тех, кто еще пока даже не думает об этом, но Бог, да, усмотрит во имя Машиаха и Иешуа, во имя Христа Иисуса благоставляю, благоставляю все народы нашей истрадавшейся планеты, потому что все тварь, все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих, величайшее откровение сынов Божьих, Иешуа, Машиах, Иисус Христос, Исава Сих, Джизус Христос, люди, миллиарды людей уже повторяют это имя с благоговением, пусть Господь Бог благословит сегодня, и пусть это откровение углубляется, расширяется, распространяется, как первые те евреи и апостолы провозглашали, это потрясающее исповедание веры, апостольский символ веры, нет ни в ком ином спасения, они говорили так, в этом символе веры своей, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Сегодня сладчайшее имя Иисуса Христа провозглашаемы. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благоставляю всех вас. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа прибудет со всеми нами вечно. Аминь. Из города Киева. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир. Всем вам, братья и сестры, дамы и господа. И сегодня буду делать включение еще посвященное сегодняшнему празднеству в Киеве, в Украине в целом. День независимости Украины. Благоставляю мне из карты Украины. Здесь все области выделены, я все благоставляю. С севера до самого юга, с Черниговщины и до Крыма, с Закарпатии и до Луганска. Короче, все полностью, всю территорию Украины благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Пусть война остановится, пусть война прекратится, пусть будет мир на земле. Спокойствие, спасение, шалом, шалом, божественный шалом благоставляю. Ну вот, у меня здесь и карта из США, и карта Великобритании, там всего света вообще, всего мира карта. Благоставляю всю нашу страдавшуюся планету во имя Господа Иисуса Христа. Благоставляю. Вот, и сегодня вечером мы будем делать трансляцию в 6 часов вечера. Подключайтесь на трансляцию, посвященную Шабату. Анна пишет, благодарю, благоставляю взаимно во имя Господа Иисуса Христа и вас благоставляю. До встречи, друзья, и на земле, и на небесах. В эфире вечном. В эфире вечном корабли плывут, Тогда поет мой дух Господь тебе, Как ты велик. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм